Глава 4. Пошли через те же комнаты, по которым уже князь проходил. Рогожин шел немного впереди, князь за ним. Вошли в большой зал. Здесь по стенам было несколько картин, все портреты архиереев и пейзажей, на которых ничего нельзя было различить. Над дверью в следующую комнату висела одна картина, довольно странная по своей форме, около двух с половиной аршин в длину и никак не более шести вершков в высоту. Она изображала спасителя, только что снятого с креста. Я смельком взглянул на нее, как бы что-то припоминая, впрочем, не останавливаясь. Хотел пройти в дверь. Было очень тяжело и хотелось поскорее из этого дома. Но Рогожин вдруг остановился перед картиной. «Вот эти все здесь картины, — сказал он, — все за рубль, да за два на аукционах куплены батюшкой покойным. Он любил. Их один знающий человек все здесь пересмотрел. Дрянь говорит. А вот эта, а вот эта вот картина над дверью, тоже за два на аукционах куплены, говорит, не дрянь. Еще родителю за нее один выискался, что 350 рублей давал. А Савельев Иван Дмитриевич из купцов, охотник большой, так тот до 400 доходил. А на прошлой неделе брату Семену Семеновичу уже и 500 предложил. Я за собой оставил. «Да это копия с Ганса Гальбейна, — сказал князь, успел выглядеть картину. И хоть я знаток небольшой, но, кажется, отличная копия. Я эту картину за границей видел и забыть не могу. Но что же ты, — Рогожин вдруг бросил картину и пошел прежнюю дорогу вперед. Конечно, рассеянность и особое странно раздражительное настроение, так внезапно обнаружившееся в Рогожине, могло бы, пожалуй, объяснить эту порывчатость. Но все-таки как-то чутно стало князю, что так вдруг прервался разговор, который не им же и начат. И что Рогожин даже и не ответил. «А что, Лев Николаевич, давно я хотела тебя спросить, веруешь ты в Бога или нет?» Вдруг спросил опять Рогожин, пройдя несколько шагов. «Как ты странно спрашиваешь и глядишь, — заметил князь невольно. А на эту картину я люблю смотреть, — пробормотал, помолчал, помолчав Рогожин, точно опять забыл свой вопрос. На эту картину, — скачал вдруг князь под впечатлением внезапной мысли, — на эту картину, да от этой картины у иного еще вера может пропасть. «Пропадает и то», — неожиданно подтвердил вдруг Рогожин. «Они дошли до такой... они дошли уже до самой выходной двери». «Как?» — остановился вдруг князь. «Да что ты! Я почти шутил, а ты так серьезно». «И к чему ты меня спросил, веру ли я в Бога?» «Да ничего, так. Я и прежде хотела спросить. Многие ведь нони не веруют. А что, правда, ты за границей-то жил?» Мне вот один спянный глаз говорил, что у нас, по России, больше, чем во всех землях таких, что в Бога не веруют. «Нам, говорят... нам, говорит, в этом легче, чем им, потому что мы дальше их пошли». Рогожин едко усмыхнулся и проговорил словам. Он вдруг отворил дверь и, держась за ручку замка, ждал, пока князь выйдет. Князь удивился, но вышел. Тот вышел за ним на площадку лестницы и притворил дверь за собой. Оба стояли друг перед другом с таким видом, что, казалось, оба забыли, куда пришли и что теперь надо делать. «Прощай же», — сказал князь, подавая руку. «Прощай», — проговорил Рогожин, крепко, но совершенно машинально сжимая протянутую ему руку. Князь сошел одну ступеньку и обернулся. А насчет веры, — начал он, лыгнувшись, видимо, не желая так оставлять Рогожину. И, кроме того, оживляясь под впечатлением одного внезапного воспоминания. Насчет веры я на прошлой неделе в два дня четыре разные встречи имел. Утром ехал по одной новой железной дороге и часа четыре с одним СМ в вагоне проговорил. Тут же и поднакомился. Я еще прежде о нем много слыхивал и, между прочим, как о бытеисте. Он человек действительно очень ученый, и я обрадовался, что с настоящим ученым буду говорить. Сверх того, он на редкость хорошо воспитанный человек, так что со мной говорил совершенно как с ровным себе по познаниям и по понятиям. В Бога он не верует. Одно только меня поразило, что он вовсе как будто не про то говорил во все время. И потому именно поразило, что и прежде, сколько я не встречался с неверующими, и сколько не читал таких книг, все мне казалось, что и говорят они, и в книгах пишут совсем будто не про то, хотя с виду и кажется, что про то. Я это ему тогда же и высказал, но должно быть неясно или не умел выразить, потому что он ничего не понял. Впрочем, я остановился в уездной гостинице переночевать, и в ней только что одно убийство случилось в прошлую ночь. Так что все об этом говорили, когда я приехала. Два крестьянина и в летах, и не пьяные, и знавшие уже давно друг друга, приятели, напились чаю и хотели вместе в одной коморке ложиться спать. Но один у другого подгребел в последние два дня часы серебряные на бисерном желтом снурке, который, видно, не знал у него прежде. Этот человек был не вор, был даже честный, и по-кристианскому быту совсем не бедный. Но ему до того понравились эти часы, и до того соблазнили ему, что он наконец-то не выдержал. Взял нож, и когда приятель отвернулся, подошел к нему и осторожно сзади наметился, воздал глаза к небу, перекрестился, и, проговорив про себя с горькой молитвой «Господи, прости ради Христа», зарезал приятеля с одного раза, как барана, и вынул его часы. Рогожин покатился со смехом. Он хохотал так, как будто был в каком-то припадке. Даже странно было смотреть на этот смех после такого мрачного, недавнего настроения. «Вот это я люблю!» «Нет, вот это лучше всего!» Выкрикивал он конвульсивно, чуть не задыхаясь. Один совсем в Бога не верует, а другой уж до того верует, что и людей режет по молитве. «Нет, этого, брат, князь, не выдумаешь!» «Ха-ха-ха! Нет, это лучше всего!» Наутро я вышел по городу побродить, продолжал князь, лишь только приостановился Рогожин, хотя смех все еще судорожно и припадочно сдрагивал на его губах. Вижу, шатается по деревянному тротуару пьяный солдат, в совершенно растерзанном виде. Подходит ко мне. «Купи, барин, крест серебряный!» Всего за двух гривен и отдаю. Серебряный! Вижу, в руке у него крест, и должно быть только что снял себя, на голубой крепко заношенной ленточке, но только настоящий оловянный, с первого взгляда видно, большого размера, осьмиконечный, полного византийского рисунка. Я вынул двух гривен и отдал ему, а крест тут же на себя наделал. И по лицу его видно было, как он доволен, что надул глупого барина, и тотчас же отправился свой крест пропивать. Уж это без сомнений. Я, брат, тогда под самым сильным впечатлением был всего того, что так и хлынуло на меня на русле. Ничего-то я в ней прежде не понимал, точно бессловесный рост, и как-то фантастически вспомнил о ней в эти пять лет за границей. Вот иду я, да и думаю, нет, этого христопродавца подожду еще осуждать. Бог ведь знает, что в этих пьяных и слабых сердцах заключается. Через час, возвращаясь в гостиницу, наткнулся на бабу с грудным ребенком. Баба еще молодая, ребенку недель шесть будет. Ребенок ей и улыбнулся по наблюдению ее в первый раз от своего рождения. Смотрю, она так набожно-набожно вдруг перекрестилась. Что-то говорю молодкой. Я ведь тогда все расспрашивала. А вот, говорит, точно так, как бывает материна радость, когда она первую от своего младенца улыбку заприметит. Такая же точно бывает и у Бога радость всякий раз, когда он с неба заверит, что грешник, крестник, от всего своего сердца на молитву становится. Это мне баба сказала почти этими же словами. И такую глубокую, такую тонкую истинную и религиозную мысль, такую мысль, в которой вся сущность христианства разом выразилась. То есть все понятие о Боге, как о нашем родном отце и о радости Бога на человека, как отца на свое родное дитя. Главнейшая мысль Христова – простая баба. Правда, мать. И кто знает, может, эта баба женой тому же солдату была. Слушай, Парфем, всегда еще спросил меня вот мой ответ. Нет, сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения и ни под какие проступки и преступления и ни под какие атеизмы не подходит. Тут что-то не то и вечно будет не то. Тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеисты и вечно будут не про то говорить. Но главное то, что всего яснее и скорее на русском сердце это заметишь. И вот мое заключение. Это одно из самых первых моих убеждений, которые я из нашей России выношу. Есть что делать, Парфем. Есть что делать и на нашем русском свете, вернее. Припомни, как мы в Москву сходили и говорили с тобой одно время. И совсем не хотел я сюда возвращаться теперь. И совсем-совсем не так думал с тобой встретиться. Ну да что. Прощай, до свидания. Не оставь тебя Бог. Он повернулся и пошел вниз по лестнице. Хлеб Николаевич крикнул сверху Парфем, когда князь дошел до первой забежной площадки. Крест, что от солдата купил при тебе? Да, на мне. И князь опять остановился. Покажешь-ка сюда. Опять новая странность. Он подумал, поднялся наверх и выставил ему на пока свой крест, не снимая его с шеи. Отдай мне, сказал Рогожин. Зачем? Разве ты? Князь бы не хотелось расставаться с этим крестом. Носить буду, а свой тебе сниму. Ты носи. Поменяться крестами хочешь? Изволь, Парфен, коли так. Коли так я рад. Побратаемся. Крест снял свой оловянный крест, Парфен свой золотой. И поменялись. Парфен молчал. С тяжелым удивлением заметил князь, что прежняя недоверчивость, прежняя горькая и почти насмешливая улыбка, все еще как бы не оставляла лица его мазанного брата. По крайней мере, мгновениями сильно выказывалась. Молча взял, наконец, Рогожин в руку князя. Некоторое время стоял, как бы не решаясь на что-то. Наконец вдруг потянул его за собой, проговорив едва слышным голосом. Пойдем. Перешли через площадку первого этажа и позвонили у двери, противоположной той, из которой они вышли. Им отворили скоро. Старенькая женщина, вся сгорбленная и в черном, повязанная платочком, молча и низко поклонилась Рогожину. Тот что-то наскоро спросил ее и, не останавливая за ответом, повел князя далее через комнаты. Опять пошли темные комнаты, какую-то необыкновенную и холодную чистоты, холодную и сурово меблированную и старинную мебель в белых чистых чехлах. Не докладываясь, Рогожин прямо ввел князя в одну небольшую комнату, похожую на гостиную, разгороженную лоснящейся перегородкой из красного дерева с двумя дверьми по бокам, за которой, вероятно, была спальня. В углу гостиной у печки в креслах сидела маленькая старушка, еще с виду не то, чтобы очень старая, даже с довольно здоровым, приятным и круглым лицом, но уже совершенно седая, и сперрусбен заключить было можно впавшее в совершенное детство. Она была в черном шерстяном платье, с черным большим платком на шее, в белом чистом чипце, с черными лентами. Ноги ее упирались в скамейчику. Под ленью находилась другая чистенькая старушка, поставшая ее тоже в трауре и тоже в белом чипце. Должна быть какая-нибудь приживалка. И молча вязала чулок. Обе они, должно быть, все время молчали. Первая старушка, завидев Рогожина и князя, улыбнулась им и несколько раз ласково наклонила знак удовольствия в голову. — Матушка, — сказал Рогожин, поцеловав у нее руку, — вот мой большой друг, князь Лев Николаевич Мышкин. Мы с ним крестами поменялись. Он мне до родного брата в Москве одно время был. Много для меня сделал. Благослови его, матушка, как бы ты родного сына благословила. — Постой, старушка. Вот так. Дай, я сложу тебе руку. Но старушка, прежде чем Парфен уже успел взяться, подняла свою правую руку, сложила пальцем из три перца и три раза набожно перекрестила князя. Затем еще раз ласково и нежно кивнул ему головой. — Ну, пойдем, Лев Николаевич, — сказал Парфен. — Я только за этим тебя и приводил. Когда опять мыши на лестницу, он прибавил. — Вот они ничего ведь не понимают, что говорят. И ничего не поняла моих слов. — А тебя бы высловила, значит, сама пожелала. — Ну, прощай. И мне, и тебе пора. И он отворил свою дверь. — Да дай же я хоть раз обниму тебя на прощание. — Странный ты человек, — скричал князь с нежным упреком, смотря на него, и хотел его обнять. Но Парфен едва только поднял свои руки, как тотчас же опустил их. Он не решался. Он отвертывался, чтобы не глядеть на князя. Он не хотел его обнимать. — Небось, я хоть и взял твой крест, а за часы не зарежу. — Невнятно пробормотал он, как-то странно, вдруг засмеявшись. Но вдруг все лицо его преобразилось. Он ужасно побледнел, губы его задрожали, глаза загорились. Он поднял руки, крепко обнял князя и, задыхаясь, проговорил. — Так бери же ее, коли судьба твоя, уступай, помни, Рогожина. И, бросив князя, не глядя на него, поспешно вошел к себе и захлупил за собой дверь. И, бросив князя, не глядя на него. Глава пятая Было уже поздно, почти половина третьего. И пончина князь не застал дома. Оставив карточку, он решился сходить в гостиницу леса и спросить там Колю. Если же там нет его, оставить ему записку. В лесах сказали ему, что Николай Арделеонович вышли еще поутру, но, уходя, предуведомили, что, если не на случай придут, кто их спрашивает, чтобы известить, что они к трем часам, может быть, и придут. Если же до половины четвертого им здесь не окажутся, значит, Павлов с поездом отправились на дачу генеральшей Пончиной. И уж там, значит, и откушаются. Князь сел дожидаться и, кстати, спросил себя обедать. К половине четвертого и даже к четырем часам Колин не явился. Князь вышел и направился машинально, куда глаза глядят. В начале лета в Петербурге случаются иногда прелестные дни, светлые, жаркие, тихие. Как нарушено, этот день был одним из таких редких дней. Несколько времени князь бродил без цели. Город ему был мало знаком. Он останавливался иногда на перекрестках улиц, перед иными домами, на площадях, на мостах. Однажды зашел отдохнуть в одну кондитерскую. Иногда с большим любопытством начинал сматриваться в прохожих. Но чаще всего он не замечал ни прохожих, ни где именно он идет. Он был в мучительном напряжении и беспокойстве. И в то же самое время чувствовал необыкновенную потребность уединения. Ему хотелось быть одному и отдаться всему этому страдательному напряжению совершенно пассивно. Не ища ни малейшего выхода. Он с отвращением не хотел разрешать нахлынувших в его душу и сердце вопросов. «Что же, разве я виноват во всем этом?» – бормотал он про себя почти, не сознавая своих слов. В шести часам он ощутился на дебаркаде лицарско-сельской железной дороги. Уединение сквозь стало ему невыносимым. Новый порыв горячо охватил его сердце, и на мгновение ярким светом озарился мрак, в котором тосковала душа его. Он взял билет в Павловск и с нетерпением стал, спешил уехать. Но уж, конечно, его что-то преследовало, и это была действительность, а не фантазия. Как может быть, он наклонен был думать. Почти уже садясь в вагон, он вдруг бросил только что взятый билет на пол и вышел обратно из воксала, смущенный и задумчивый. И несколько времени спустя на улице он вдруг как бы что-то припомнил, как бы что-то внезапно сообразил, очень странное, что-то уж долго его беспокоившее. Ему вдруг пришлось сознательно поймать себя на одном занятии, уже давно продолжавшемся, но которого он все не замечал до самой этой минуты. Вот уже несколько часов, еще даже в весах, кажется, кажется, даже и до весов, он нет-нет и вдруг начинал как бы искать чего-то кругом себя. И забудет даже надолго, на полчаса, и вдруг опять оглянется с беспокойством и ищет кругом. Но только что он заметил в себе это болезненное и до сих пор совершенно бессознательное движение, так давно уже овладевшее им, как вдруг, мелькнуло перед ним и другое воспоминание, чрезвычайно заинтересовавшее его. Ему вспомнилось, что в ту минуту, когда он заметил, что все ищет чего-то кругом себя, он стоял на тротуаре у окна одной лавки и с большим любопытством разглядывал товар, выставленный в окне. Ему захотелось теперь непременно проверить, действительно ли он стоял сейчас, может быть, всего пять минут назад перед окном этой лавки, не померещилось ли ему, не смешал ли он ничего, существует ли в самом деле эта лавка, этот товар. Ведь он и в самом деле чувствует себя сегодня в особенно болезненном настроении, почти в том же, какое бывало с ним прежде, при начале припадков его прежней болезни. Он знал, что в такое предприпадочное время он бывает необыкновенно рассеял и часто даже смешивает предметы и лица, если глядит на них без особого напряженного внимания. Но была и особенная причина, почему уж так очень захотелось проверить, стоял ли он тогда перед лавкой. В числе вещей, разложенных на показ, в окне лавки была одна вещь, на которую он смотрел и которую даже оценил 60 копеек серебром. Он помнил это, несмотря на ситуацию, рассеянность и треогу. Следовательно, если эта лавка существовала, эта вещь, это действительно выставлено в числе товаров, стало быть, собственно, для этой вещи я останавливался. Да, значит, эта вещь заключала себе такой сильный для него интерес, что привлекла его внимание даже в то самое время, когда он был в таком тяжелом смущении, только что выйдя из вокзала железной дороги. Он шел почти в тоске, смотря направо, и сердце его билось от беспокойного нетерпения. Но вот эта лавка, он нашел ее, наконец, он уже был в пяти-ста шагах от нее, когда вздумал воротиться. Вот и этот предмет, и в 60 копеек, конечно, в 60 копеек, не стоит больше, подтвердил он теперь и засмеялся. Но он засмеялся истерически, ему стало очень тяжело. Он ясно вспомнил теперь, что именно тут, стоя перед этим окном, он вдруг обернулся, точно давеча, когда поймал на себе глаза Рогужина. Уверившись, что он не ошибся, а в чем, впрочем, он и до поверки был совершенно уверен, он бросил лавку, поскорее пошел от нее. Все это надо скорее обдумать непременно. Скорее ясно было, что ему не побережено. И в вокзале, что с ним случилось непременно что-то действительное, и непременно связанное со всем этим прежним его беспокойством. Но какое-то внутреннее непобедимое отвращение опять пересилило. Он не захотел ничего обдумывать, он не стал обдумывать, он задумался совсем о другом. Он задумался, между прочим, о том, что в эпилептическом состоянии его была одна степень почти предсамым припадком, если только припадок приходил наяву. Когда вдруг среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг, и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознание почти удесетерялось в эти мгновения, продолжавшееся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом. Все волнения, все сомнения, все беспокойства как бы умиротворялись разом. Разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной и гармоничной радости и надежды, полное разума и окончательной причины. Но эти моменты, эти проблески были еще только предчувствием той окончательной секунды, никогда не более секунды, с которой начинался самый припадок. Эта секунда была, конечно, невыносима. Раздумая об этом мгновении, впоследствии уже в здоровом состоянии. Он сейчас заговорил сам себе, что ведь все эти молнии в проблеске высшего самоощущения и самосознания, а стало быть и высшего бытия, не что иное, как болезнь, как нарушение нормальным состоянием. А если так, то это вовсе не высшее бытие, а напротив, должно быть причислено к самому низшему. И однако же он все-таки дошел, наконец-то, чрезвычайно парадоксального вывода. Что же в том, что это болезнь, решила он, наконец? Какое-то того дело, что это напряжение ненормальное, если самый результат, что это не припадет. Я думал, куда же вырулит мысль Достоевская, если это болезнь, то главное, конечный результат. Это замечательно. Я это как бы предугадал. Думаю, сейчас мы к этому придем. Точно. Главное, конечный результат. Если жизнь озаряется, и сразу видно какие-то ясные черты этой жизни, это же важно. Вообще. Раздумывая об этом мгновении и впоследствии уже здоровом состоянии, он часто говорил сам себе, что ведь все эти молнии и проблески высшего самоощущения, высшего сознания, стало быть и высшего бытия, не что иное, как болезнь, как нарушение нормального состояния. А если так, то это вовсе не высшее бытие. А напротив, должно быть причислено к самому умнейшему. И однако же он все-таки должен, дошел наконец-то, чрезвычайно парадоксального вывода. Нет, вот это у меня, у меня так... Шея болит почему-то, не знаю. Что же в том, что это болезнь, решила он наконец? Какое до того дело, что это напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонии, красотой, даёт неслыханное и негаданное до то ли чувство полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни. Интересно, это можно всё изобразить? В смысле, нарисовать? Ты можешь? Ну, я уже думаю об этом, да. Эти туманные выражения оказались ему самому очень понятными. В том же, что это действительно красота и молитва, что это действительно высший синтез жизни, в этом он сомневаться не мог, да и сомнений не мог допустить. Ведь невидения же какие-нибудь снились ему в этот момент, как от хашиша, опиума или вина, унижающие рассудок и искажающие душу, ненормальные и несуществующие. Об этом он здраво мог судить по окончании болезненного состояния. Мгновения эти были именно одним только необыкновенным усилением самосознания. Если бы надо было выразить в состоянии одним словом, самосознание, и в то же время самоощущение высшей степени непосредственного. Если в ту секунду, то есть в самый последний сознательный момент перед припадком, ему случалось успевать ясно и сознательно сказать себе, да, за этот момент можно отдать всю жизнь, то, конечно, этот момент сам по себе и стоил всей жизни. Впрочем, за диалектическую часть своего вывода он не стоял. Отупение, душевный мрак, идиотизм стояли перед ним ярким последствием этих высочайших минут. Серьезно, разумеется, он не стал бы спорить. Выводе, то есть в его оценке этой минуты, без сомнения, заключалась ошибка. Но действительность ощущения все-таки несколько смущала его. Что же в самом деле делать с действительностью? Ведь это бывало, ведь это самое бывало же, ведь он сам уже успевал сказать себе в ту самую секунду, что эта секунда по беспредельному счастью, им вполне ощущаемая, пожалуй, и могла бы стоить всей жизни. В этот момент, как говорил он однажды Рогожину в Москве во время их тамошних сходок, в тот момент мне как-то становится понятно необычайное слово о том, что времени больше не будет. Вероятно, прибавил он, улыбаясь, это та же самая секунда, в которую не успел пролиться опрокинувшийся кувшин с водой эпилептика Магомеда, успевшего, однако, в ту самую секунду обозрить все все жилища Аллаховы. Магомед был эпилептик. Да, в Москве они часто сходили с Рогожиным и говорили не об одном этом. Рогожин дальше сказал, что я был тогда ему братом, но это в первый раз сегодня сказал, подумал князь про себя. Он подумал об этом, сидя на скамье под деревом в летнем саду. Было около семи часов. Сад был пуст, что-то мрачное, заволокло на мгновение, доходящее солнцем. Было душно, похоже было на отдаленное предвещание грозы. В теперешнем его созерцательном состоянии было для него какая-то приманка. Он прилеплялся воспоминаниями и умом к каждому внешнему предмету, и ему это нравилось. Ему все хотелось что-то забыть настоящее, насущное. Но при первом взгляде кругом себя, он тут же опять узнавал свою мрачную мысль. Мысль, с которой ему так хотелось отвязаться. Он было вспомнил, что давеча говорил с половым в трактире за обедом об одном недавнем чрезвычайно странном убийстве, наделавшем шуму и разговоров. Но только что он вспомнил об этом, с ним вдруг опять случилось что-то особенное. Чрезвычайное неотразимое желание, почти соблазн вдруг оцепенили всю его волю. Он встал со скамьи и пошел из сада прямо на петербургскую сторону. Вот как ты на чистых прудах куда-то пошел, тебя ноги вели, вот ты с ним, да? Давича на набережной Невы он попросил какого-то прохожего, чтобы показал ему через Неву петербургскую сторону. Ну показал, ему показали, но тогда он не пошел туда. Да и во всяком случае нечего было сегодня ходить, он знал это. Адрес он давно имел, он легко мог отыскать дом родственницы Лебедева. Но он знал почти наверное, что не застанет ее дома. Непременно уехала в Павловск, иначе бы Коля оставил что-нибудь в весах по условию. И так если он шел теперь, то уж конечно не за тем, чтобы ее увидеть. Другое мрачное мучительное любопытство соблазняло его. Одна новая внезапная идея пришла ему в голову. Но для него уж слишком было довольно того, что он пошел и знал куда идет. Минут спустя он опять уже шел почти, не замечая своей дороги. Обдумывать дальше внезапную свою идею ему точно стало ужасно противно и почти невозможно. Он смучительно напрягаемым вниманием всматривался во все, что попадалось ему на глаза, смотрел на небо, на него. Он заговорил было со встретившимся маленьким ребенком. Может быть и эпилептическое состояние его все более и более усиливалось. Гроза кажется действительно надвигалась, хотя и медленно. Начинался уже отдаленный гром. Становилось очень душно. Почему-то ему все припоминалось теперь, как припоминается иногда неотвязный и до глупости надоевший музыкальный мотив. Племянник Лебедева, которого он дальше видел. А, племянник Лебедева, которого он дальше видел. Странно то, что он все припоминался ему в виде того убийцы, о котором Давидча упомянул сам Лебедев, рекомендуя ему племянника. Да, об этом убийце он читал еще очень недавно. Много читал и слышал о таких вещах с тех пор, как въехал в Россию. Он упорно следил за всем этим, упорно следил за всем этим. А Давидча так даже слишком заинтересовался в разговоре с Половым именно об этом же убийстве Жемариных. Половой с ним согласился, он вспомнил это, припомнил и Полового. Это был не глупый парень, солидный, осторожный, а впрочем, ведь Бог его знает какой. Трудно в новой земле новых людей разгадывать. В русскую душу, впрочем, он начинал страстно верить. О, много-много вынес он совсем для него нового эти шесть месяцев и негаданного, и неслыханного, и неожиданного. Но чужая душа потемки и русская душа потемки для многих потемки. Вот он долго сходился с Рогужиным, близко сходились, братски сходились, а знает ли он Рогужина? А впрочем, какой иногда тут во всем этом хаос, какой сумбур, какое безобразие, и какой же, однако, гадкий и вседовольный прыщик этот дальнейшний племянник Лебедева. А впрочем, что же я продолжала смечтаться князю, разве он убил эти существа, этих шесть человек. Я как будто смешиваю, как-то странно, у меня голова что-то кружится, а какое симпатичное, какое милое лицо у старшей дочери Лебедева, вот у той, которая стояла с ребенком, какое невинное, какое почти детское выражение, и какой почти детский смех. Странно, что он почти забыл это лицо, и теперь только о нем и вспомнил. Лебедев, топающий на них ногами, вероятно, их всех обожает. Но, что всего вернее, как дважды два, так это то, что Лебедев обожает и своего племянника. А впрочем, что же он взялся их так окончательно судить? Он, сегодня явившийся, сегодня явившийся, что же это он произносит такие приговоры? Да вот, Лебедев же задал ему сегодня задачу, но ожидал ли он такого Лебедева? Разве он знал такого Лебедева прежде? Лебедев и Дюбари, Господи, впрочем, если Рогожин убьет, то, по крайней мере, не так беспорядочно убьет. Хаоса этого не будет. По рисунку заказанный инструмент и шесть человек, положенных совершенно в бреду. Разве у у Рогожина по рисунку заказанный инструмент, по рисунку заказанный инструмент, у него, ну, разве решено, что Рогожин убьет? Взрогнул вдруг князь. Не преступление или не низость ли с моей стороны, так цинически, цинически, откровенно сделать такое предположение, вскричал он, и краска стыда залила разом лицо его. Он был изумлен, он стоял, как вкопанный на дороге. Он разом вспомнил и давешний Павловский вокзал, и давешний Николаевский вокзал, и вопрос Рогожину прямо в лицо о глазах, и крест Рогожина, который теперь на нем, и благословение его матери, которое он же его сам привел, и последнее судорожное объятие, последнее отречение Рогожина, давячи на лестнице, и после этого всего поймать себя на беспрерывном искании чего-то кругом себя, и эта лавка, и этот предмет, что за низость, и после всего этого он уйдет теперь с особенную целью, с особой внезапной идеей. Отчаяние и страдания захватило всю его душу. Князь немедленно хотел поворотить назад к себе в гостиницу, даже повернулся и пошел, но через минуту остановился, обдумал и воротился опять по прежней дороге. Да он уже и был на Петербургской, он был близко от дома, ведь не с прежней уже целью теперь он идет туда, ведь не с особенной идеей. И как оно могло быть? Да, болезнь его возвращается, это несомненно, может быть, припадок с ним будет непременно сегодня. Через припадок и весь этот мрак через припадок и идея. Теперь мрак рассеян, демон прогнан, сомнений не существует, его сердце радость. И он так давно не видал ее, ему надо ее увидеть. И да, он желал бы теперь встретить Рогожина, он бы взял его за руку и они бы пошли вместе. Сердце его чисто. Разве он соперник Рогожину? Завтра он сам пойдет и скажет Рогожину, что он ее видел. Ведь летел же он сюда, как сказал Дайвича Рогожин, чтобы только ее увидать. Может быть, он и застанет ее, ведь не наверное же она в Павловске. Да, надо, чтобы теперь все это было ясно поставлено, чтобы все ясно читали друг в друге, чтобы не было этих мрачных и страстных отречений, как Дайвича отрекался Рогожин, и пусть все это совершится свободно и светло. Разве не способен к свету Рогожин? Он говорит, что любит ее не так, что в нем нет сострадания, нет никакой жалости. Правда, он прибавил потом, что твоя жалость может быть еще пуще моей любви, но он на себя клевещет. Рогожин за книгой. Разве это не жалость, не начало жалости? Разве уж одно присутствие этой книги не доказывает, что он вполне сознает свои отношения к ней? А раз, ябудавича, нет, это поглубже одной только страстности. И разве одну только страстность внушает ее лицо? Да и может ли даже это лицо внушать теперь страсть? Оно внушает страдания, оно захватывает всю душу, оно и жгучее мучительное воспоминание прошло по сердцу князя. Да, мучительное. Он вспомнил, как еще недавно он мучился, когда в первый раз он стал замечать в ней признаки безумия. Тогда он испытал почти отчаяние. И как он мог оставить ее, когда она бежала тогда от него к Рогожину? Ему самому следовало выбежать за ней, а не ждать известий. Но неужели Рогожин до сих пор не заметил в ней безумия? Рогожин видит во всем другие причины, страстные причины. И какая безумная ревность, что он хотел сказать давешним предположениям своим. Князь вдруг покраснел и что-то как будто дрогнуло в его сердце. К чему, впрочем, ему вспоминать про это? Тут безумство с обеих сторон, а ему, князю, любить страстно эту женщину почти немысленно, почти было бы жестокостью, бесчеловечностью. Да нет, нет, Рогожин на себя клевещет. У него огромное сердце, которое может и страдать, и сострадать. Когда он знает всю истину, и когда убедится, что какое жалкое существо, это поврежденное, полуумное, разве не простит он ей тогда все прежнее, все мучения свои? Разве не станет ее слугой, братом, другом, проведением? Сострадание осмыслит и научит. Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества. И как он непростительно и бесчестно виноват перед Рогожиной? Нет, не русская душа потенки, а у него самого на душе потенки, если он мог вообразить такой ужас. За несколько горячих и сердечных слов в Москве Рогожин уже называет его своим братом, а он... Но это болезнь и бред, это все разрешится. Как мрачно сказал дайвич Рогожин, что у него пропадает вера, этот человек должен сильно страдать. Он говорит, что любит смотреть на эту картину. Не любит, а значит не любит, а значит ощущает потребность. Рогожин не только, не одна только страстная душа, это все-таки боец. Он хочет силой воротить свою подлинную веру. Ему она до мучения теперь нужна. Да, а что-нибудь верить, а кого-нибудь верить. А какая однако странная эта картина Гальбейна. А, вот эта улица. Вот должно быть и дом, так и есть, номер 16, дом колледжской секретарши Фелисовой, здесь. Князь позвонил и спросил Настасью Филипповну. Сама хозяйка дома ответила ему, что Настасья Филипповна еще с утра уехала в Павловск, Дарья Алексеевне, и даже может произойти, что останутся там несколько дней. Филипповна была маленькая, быстроглазая и быстролицая женщина лет пока и глядела лукавой и пристанной. На вопрос ее об имени, вопрос, которому она кончилась с намерением дала оттенок таинственности, князь сначала был не хотел ответить, но тот же же воротился и настойчиво просил передать его имя Настасье Филипповне. Филисова приняла эту настойчивость с усиленным вниманием и с необыкновенно секретным видом, которым, видимо, желала заявить, что не беспокойтесь, я поняла. Имя князя очевидно произвело на нее сильнейшее впечатление. Князь рассеянно поглядел на нее, повернулся и пошел назад в свою гостиницу. Но он вышел не с тем уже видом, с каким звонил Филисова. С ним произошла опять и как бы в одном мгновении необыкновенная перемена. Он опять шел бледный, слабый, страдающий, взволнованный, колены его дрожали и смутная потерянная улыбка бродила, напосинела и в губах его. Внезапно идея его вдруг подтвердилась и оправдалась. И он опять верил своему демону. Но подтвердилась ли, но оправдалась ли? Почему с ним опять этот дрожь, этот пот холодный, этот мрак и холод душевный? потому что опять он увидел сейчас эти глаза. Но ведь он и пошел из летнего сада единственно с тем, чтобы их увидеть. В этом ведь и состояла его внезапная идея. Он настойчиво хотел увидать эти дальнейшие глаза, чтобы окончательно убедиться, что он непременно встретит их там, у этого дома. это было судорожное желание его, и отчего же он так раздавлен и поражен тем, теперь тем, что их в самом деле сейчас увидел. Точно не ожидал. Да, это были те самые глаза, и в том, что те самые, нет уже никакого теперь сомнения, которые сверкнули на него утром в толпе, когда он заходил из вагона Николаевской железной дороги. Те самые, совершенно те самые, взгляд которых он поймал потом Давича у себя за плечами, садясь на стол у Рогожина. Рогожин Давича отрекся, он спросил с искривленную виднящей улыбкой, чьи же были глаза там. И князю ужасно захотелось еще недавно в вокзале Царскосельской дороги, когда он садился в вагон, чтобы ехать к Аглае, и вдруг опять увидел эти глаза, уже в третий раз в этот день, подойти к Рогожину и сказать ему, чьи это были глаза. Но он выберет из вокзала и очнулся только перед лавкой ножовщика. В ту минуту он как стоял и оценивал в 60 копеек один предмет с олейним черенком. Странный и ужасный демон привязался к нему окончательно и уже не хотел оставлять его более. Этот демон шепнул ему в летнем саду, когда он сидел, забывшись под липой, что если Рогожину так надо было следить за ним с самого утра и ловить его на каждом шагу, то узнав, что он не поедет в Павловск, что уже, конечно, было роковым для Рогожины следом, Рогожин непременно пойдет туда, к тому дому на Петербургской и будет непременно сторожить там его князя, давшего ему еще утром честное слово, что не увидит ее и что не затем он в Петербург приехал. И вот князь судорожно устремляется к тому дому и что же в том, что действительно он там встречает Рогожину? Он увидел только несчастного человека, душевное настроение, которого мрачно, но очень понятно. Этот несчастный человек даже и не скрывался теперь. Да, Рогожин давячи почему-то заперся и солгал, но в вокзале он стоял почти и не скрываясь. Скорее даже он, князь, скрывался, а не Рогожин. А теперь у дома он стоял по другой стороне улицы в шагах в пятидесяти наискрость на противоположном тротуаре скрестив руки и ждал. Тут уж он был совсем не на виду, совсем на виду и кажется нарочно хотел быть на виду. Он стоял как обличитель и как судья, а не как кто. И почему же он, князь, не подошел теперь к нему сам и повернул от него, как бы ничего не заметив, хотя глаза их и встретились. Да, глаза их встретились и они посмотрели друг на друга. Ведь он же сам хотел давеча взять его за руку и пойти туда вместе с ним. Ведь он сам же хотел завтра идти к нему и сказать, что он был у него. Ведь отрекся же он сам от своего демона, еще идя туда на половине дороги, когда радость вдруг наполнила его душу или в самом деле было что-то такое врагожене, то есть в целом сегодняшнем образе этого человека во всей совокупности его слов, движений, поступков, взглядов, что могло оправдывать ужасные предчувствия князи и возмущающие нашептывания его демона. Нече такое, что видится само собой, но что трудно анализировать и рассказать, невозможно оправдать достаточными причинами, но что однако же производит, несмотря на всю эту трудность и невозможность, совершенно цельное и неотразимое впечатление, невольно переходящее в полнейшее убеждение. Убеждение в чем? О, как мучила князя чудовищность, унизительность этого убеждения, этого низкого предчувствия, как обвинял он себя самого. Скажи же, если смеешь, в чем? Говорил он беспрерывно себе, с упреком и с вызовом. Формулируй, осмелься, вырази всю свою мысль, ясно, точно, без колебаний. О, я бесчестен, повторял он с негодованием и с краской в лице. Какими же глазами буду я смотреть всю жизнь на этого человека. О, что за день, о, боже, какой кошмар. Была минута в конце этого длинного, мучительного, пучистого, твербургской стороны, когда вдруг неотразимое желание захватило князя пойти сейчас к Рогожину, дождаться его, обнять его со стыдом, со слезами сказать ему все и кончить все разом. Но он стоял уже у своей гостиницы. Как не понравились ему дальше эта гостиница, эти коридоры, весь этот дом, его номер, не понравились с первого взгляда. Он несколько раз в тот день с каким-то особенным отвращением припоминал, что надо будет сюда воротиться. Ты что это, я как больная женщина верю сегодня во всякое предчувствие, подумал он с раздражительной насмешкой, останавливаясь в воротах. Новый, нестерпимый прилив стыда, почти отчаяния приковал его на месте при самом входе в ворота. Он остановился на минуту. Так иногда бывает с людьми, нетерпимо нестерпимые внезапные воспоминания, особенно сопряженные со стыдом, обыкновенно останавливают на одну минуту на месте. Да, я человек без сердца и трус, повторил он мрачно, и порывисто двинулся идти, но опять остановился. В этих воротах и без того темных в эту минуту было очень темно. Надвинувшаяся грозовая туча поглотила вечерний свет. И в то самое время, как князь подходил к дому, туча вдруг разверзлась и пролилась. В то же время, когда он порывисто двинулся с места после мгновенной остановки, он находился в самом начале ворот, у самого входа подборота с улицы. И вдруг он увидел в глубине ворот в полотемноте у самого входа на лестницу одного человека. Человек как будто чего-то выжидал, но быстро промелькнул и исчез. Человек этого князь не мог разглядеть ясно и, конечно, никак бы не мог сказать, наверное, кто он такой. К тому же тут много могло проходить людей. Тут была гостиница и беспрежимно проходили и пробегали в коридор и обратно. Но он вдруг почувствовал самое полное неотразимое убеждение, что он этого человека узнал и что этот человек непременно работал. Мгновение спустя князь бросился вслед за ним на лестницу, сердце его замерло. Сейчас все разрешится странным убеждением, проговорил он про себя. Лестница, на которую князь сбежал из-под вела вела в коридоры первого и второго этажей, по которым и были расположены мира гостиницы. Эта лестница, как во всех давно устроенных домах, была каменная, темная, узкая и велась около толстого каменного столба. На первой забежной площадке в этом столбе оказалось углубление, вроде низшей, не более одного шага ширины и полшага глубины. Человек, однако, же мог бы тут поместиться. Как не было темно, но, сбежав на площадку, князь тотчас же различил, что тут, в этой нише, прячется зачем-то человек. Князю вдруг захотелось пройти мимо и не глядеть направо. Он вступил уже один шаг, но не выдержал и обернулся. Два давешние глаза, те же самые, вдруг встретились, его взглядом. Человек, таившийся в нише, тоже успел уже вступить из нее один шаг. Одну секунду оба стояли друг перед другом почти вплоть. Вдруг князь схватил его за плечи и повернул назад, к лестнице, ближе к свету. Он яснее хотел веять лицо. Глаза Рогожина засверкали, и бешеная улыбка исказила его лицо. Правая рука его поднялась и что-то блеснуло в ней. Князь не думал ее останавливать. Он помнил только, что, кажется, крикнул «Парфюм, не верю!» Затем вдруг как будто что-то развежилось перед ним, необычайный внутренний свет озарил его душу. Это мгновение продолжалось, может быть, полсекунды, но он, однако же, ясно и сознательно помнил начало, самый первый звук своего страшного вопля, который вырвался из груди его сам собой и который никакой силы он не мог остановить. Затем сознание его угасло мгновенно и наступил полный мрак. С ним случился припадок эпилепсии, уже очень давно оставивший его. Известно, что припадки эпилепсии собственно самое падучее приходят мгновенно. В это мгновение вдруг чрезвычайно искажается лицо, особенно взгляд. Конвульсии и судороги обладевают всем телом и всеми чертами лица. Страшный и невообразимый ни на что не похожий вопль вырывается из груди. В этом вопле вдруг исчезает как бы все человеческое и никак невозможно, по крайней мере очень трудно наблюдателю вообразить и допустить, что это кричит этот же самый человек. Представляется даже, что кричит как бы кто-то другой, находящийся внутри этого человека. Многие, по крайней мере, изъясняли так свое впечатление. На многих живет человека и подучи приводит решительный и невыносимый ужас, имеющий в себе даже нечто мистическое. Надо предположить, что такое впечатление внезапного ужаса, сопряженного со всеми другими страшными впечатлениями той минуты, вдруг оцепенили Рогожина на месте и тем спасли князя от неизбежного удара ножом, на него уже падавшего. Затем, еще не успев догадаться о припадке и увидев, что князь отшатнулся от него и вдруг упал на взлеч прямо вниз по лестнице, с размаху ударившись затылком о каменную ступень, Рогожин стремглав бросился вниз, обижал лежавшего и почти без памяти выбежал из гостиницы. От конвульсии, биения и судорог тело больного спустилось по ступенькам, которых было не более пятнадцати до самого конца лестницы. Очень скоро, не более как минут через пять, заметили лежавшего и собралась толпа. Целая лужица крови около головы вселяло недоумение. Сам же человек расшился или был какой грех? Скоро, однако же, некоторые различили подучину. Один из номерных признал князя давнишнего постояльца. Смятение разрешилось, наконец, весьма счастливы по одному счастливому обстоятельству. Коля явил вин, обещавшийся быть к четырем часам в весах и поехавший вместо того в палец по одному внезапному соображению отказался откушать генеральше и пончиной, а приехал обратно в Петербург и поспешил весы, куда и явился около семи часов вечера. Узнав поставленные ему записки, что князь в городе, он устремился к нему по сообщенному записке адресу. Известившись в гостиницу, что князь вышел, он спустился вниз в бусетные комнаты и стал дожидаться, кушая чай и слушая органы. Случайно услышав разговор о приключившемся с кем-то припадке, он бросился на место по верному предчувствию и узнал князя. Сточи же были приняты надлежащие меры, князи перенесли его номер. Когда же уже через час князь довольно хорошо стал понимать окружающее, Коля перевез его с каретей из гостиницы к Лебедеву. Лебедев принял больного с необыкновенным жаром и с поклонами. Для него же ускорил и переезд на дачу. На третий день все уже были в полу. зらемцарь, по-моему, в полу. Счастливое динамо и необыкновенное видео. Спасибо. Продолжение следует...